Это Маланка Региона. Напоминаем вам про лайки и комментарии, которые помогают распространить наши выпуски для большей аудитории. Именно с вашей помощью узнать происходящее в самых удаленных уголках нашей страны может большее число зрителей. Началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности авиабазы в Мочулищах. По официальной информации проводиться она будет в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО и растянется на месяц. За это время войсковые части под Минском планируют проверить призывной процесс, восстановить навыки военнообязанных, снять с хранения военную и специальную технику для проверки ее боеготовности и многое другое. Почему понадобилось проводить все эти мероприятия внезапно, никто не поясняет. Тем временем в независимых региональных телеграм-каналах продолжает распространяться информация о признаках скрытой мобилизации в Беларуси. Сообщается, что на многих предприятиях отделы кадров просят мужчин призывного возраста перенести военные билеты, сверяют прописку и настоящий адрес проживания, а также номера мобильного и домашнего телефонов. Цели при этом не объясняют. По неподтвержденной информации в Бобруйске люди и вовсе получают непонятные повестки. Судя по бумажке, опубликованной каналом Бобруйск онлайн, мужчин просят явиться в военкомат в любое рабочее время до 18 октября. Цель визита не скрывается для получения мобилизационного предписания. Гродноазот планируют построить на берегу Немана установки биологической очистки сточных вод и обезвоживания избыточного активного ила. Объект займет около 10 гектар территории, которая предназначена для обслуживания предприятия. Биологически очищенную воду планируется сбрасывать прямо в Неман. Для этого будут построены подземные коммуникации. Трубопроводы будут пересекать Скидельское шоссе и автодорогу М6 Минск-Гродно. В качестве альтернативы рассматривается реконструкция существующей станции очистки сточных вод в районе Бережан. Как сообщил генеральный директор Гродноазот Игорь Ляшенко, завод уже заключил договор о разработке предпроектной документации с московской организацией. А окончательное решение по строительству будет принято в январе следующего года. Спросят ли у жителей Беларуси о том, как они относятся к попаданию пусть и очищенных вод опасного предприятия, не сообщается. Но что-то подсказывает, что даже предполагаемый химический состав сбрасываемой воды опубликован не будет. В белорусском детском лагере «Зубрёнок» открыли мемориальный знак русскому солдату, погибшему в Украине. Акцию приурочили ко дню союзного государства. Помимо россиянина, на большом стенде упоминается и белорусский военный Никита Куканенко. Выпускник Полоцкого кадетского училища посещал «Зубрёнок» в 2012 году. А через 9 лет он погиб под барановичами, отводя падающий тренировочный военный самолет в безлюдное место. Лётчику было присвоено звание Герой Беларуси посмертно. По такому же принципу выбирали и россиянина, только погиб он в оккупационной войне, убивая мирное население Украины. Александр Крынин также бывал в «Зубрёнке». В 2010 году его привезли как воспитанника российских кадетских школ. Через 12 лет, во время освобождения украинской армии Харьковской области, лейтенант Крынин погиб. Но при этом ему было присвоено звание Героя России. Теперь этот мемориальный уголок в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок» обязаны посетить все кадеты Беларуси и дети, отдыхающие в лагере. И все они должны называть войну России против Украины спецоперацией. Бобруйск становится лидером Могилёвской области по количеству конфискованных палёных алкогольных напитков. Только в сентябре сотрудники так называемой милиции изъяли у горожан более пяти тонн спиртосодержащей жидкости. Вначале был задержан грузовой автомобиль, в котором имелся тайник. Там обнаружили более 700 канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объёмом 3,5 тысячи литров. А на днях у 61-летнего мужчины была обнаружена крупная партия аналогичного вещества в грузовике на территории его частного дома. Общий объём палёнки в канистрах составил более полутора тысячи литров. Теперь по обоим фактам проводится проверка, а товар отправлен на экспертизу для выяснения его происхождения. Напомним, в лихие 90-е производство продажа и потребление левой водки и спирта было обычным явлением, из-за чего многие люди безвозвратно потеряли здоровье и даже лишились жизни в погоне за дешёвым алкоголем. Друзья, напоминаем вам, что мы есть почти во всех соцсетях, так что ждём ваших подписок, лайков и комментариев на всех наших площадках. А также напоминаем, что «Маланка новости» и «Маланка регионы» выходят в аудиоформате. Все ссылки вы найдёте в описании к выпуску. Ну и не забывайте делиться с нами информацией через наш анонимный чат-бот, адрес которого вы сейчас видите на своём экране. До встречи завтра и Жыве Беларусь! Продолжение следует...